В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Приговор откладывается. Суд принял решение о возобновлении судебного следствия в деле самарских блогеров. Река, как на ладони, уникальное изобретение самарского инноватора. Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева вошел в число девяти российских вузов со стопроцентным трудоустройством выпускников. Сейчас в вузе обучаются порядка 15 тысяч студентов. По итогам приемной кампании 2016 года их число возрастает до 18 и 19 тысяч. После вхождения в состав Самарского университета СГЭО количество студентов возрастает до 25 тысяч. В объединенном вузе побывали полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин. Несмотря на лето в стенах университета кипит работа. Студенты и аспиранты занимаются не только научной деятельностью, но и внедряют современные разработки в промышленное производство. Университет работает не только на авиационную и ракетную космическую отрасль промышленности. Молодые ученые занимаются и технологиями, которые уже сегодня существенно облегчают жизнь самарцам. К примеру, проект мониторинга движения общественного транспорта, позволяющего с точностью до минуты определить, в какое время на остановку приедет автобус или трамвай. Интеллект, который сосредоточен в этих стенах, он сейчас значительно превышает возможности, в которых этот интеллект должен генерировать идеи и решать практические задачи. Поэтому просто нужно создать современные условия для тех людей, которые здесь учатся и работают. И я уверен, что это даст совершенно другой эффект. Когда мы беседовали со студентами, они там рядом со специалистами на тех же площадках показывали свои разработки, конкретные разработки. И они только положительно оценивают объединение. И, естественно, это дало и дополнительные возможности СГАУ. И то, что СГАУ сейчас активнее продвигается в рейтингах, это результаты объединения вузов. На все 100 и не балом меньше в Самаре чествуют выпускников, получивших высший балл на едином государственном экзамене. Пока известны итоги только по четырем предметам. Это русский язык, литература, математика и общество знания. Но количество 100-бальных сертификатов уже приблизилось к общему числу прошлого года. С самыми умными выпускниками познакомилась Марина Матвейшина. Секрет успеха на экзамене – выучить все билеты, уверена выпускница Ангелина Корсунцева. Девушка не стала полагаться на судьбу и начала работать задолго до экзаменов. И желанные 100 баллов не заставили себя ждать. К экзаменам я готовилась основательно, начала еще в 10 классе. Я каждый день не пропускала ни дня, чтобы что-то не повторить, чтобы что-то новое не узнать и не прочитать. Вот помимо этого в школе у нас была замечательная подготовка. Выпускница Марина Мажарова рассчитывала баллов на 90, но любовь к литературе оказалась взаимной на все 100. Конечно, был праздник, но и не ожидали. Ну, я, конечно, рассчитывала на большие баллы, но не думала, что абсолютно все будет так хорошо. 100 баллов – это все-таки действительно неожиданность для меня и для родителей. Пока известны результаты ЕГЭ только по четырем предметам, но число выпускников, получивших высший результат, почти сравнялось с общим числом 100-бальников прошлого года – 84 человека, двое из которых получили высший балл по двум предметам. Самарские выпускники уже традиционно демонстрируют высокие результаты по русскому языку – 66 человек. На втором месте литература – 14. Увеличилось количество 100-бальных результатов по математике. Сегодняшнее время дарит удивительные возможности для всех вас, уважаемых ребят, потому что изменения, которые происходят в городе, происходят в области, они не могут быть незамеченными, конечно же. Посмотрите, у нас создан научно-исследовательский университет, объединенный имени Королева. Он уже в этом году объявил прием, и первые студенты поступят в его стены. У нас строится, начинает строиться Гагарин-центр и много других объектов, и спортивных, и промышленных, в рамках особоэкономической зоны, в рамках индустриального парка, который, конечно, потребует к себе очень инициативных, очень амбициозных людей. Тот путь, который вы выберете сегодня, после ступального результата здесь, в школе, я думаю, что он должен быть обязательно прямым и без всяких препятствий. И мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы сделали как можно больше для развития нашего родного города, для того, чтобы в губернии появлялось еще больше всего самого хорошего и того, что нужно сегодня в Самарской области. Среди стобальников претенденты на медали за особые успехи в учении. Всего в этом году 709 кандидатов в медалисты. Почти все они поступают в самарские вузы. И только шестеро планируют учиться в других городах. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. На автовазе обновление в составе Совета директоров. Его возглавил Сергей Скворцов, заместитель гендиректора госкорпорации Ростех. Решение принято на годовом собрании акционеров. Был озвучен среднесрочный план развития предприятия. Менеджмент будет прилагать все усилия, чтобы сохранить долю автозавода на отечественном рынке и снизить последствия экономического кризиса. Сейчас предприятие готовится отметить 50-летие со дня основания. К юбилею выпущены эксклюзивные автомобили. Олег Зверев видел новинки. Эти два автомобиля были заявлены как машины особой серии. И лишь по окончании официальных мероприятий чехлы были сняты. Веста и Экс-Рей – коллекционные новинки, выпущенные к юбилею завода. Их будет всего по 500 экземпляров. Особенности – эксклюзивный интерьер и экстерьер. Кожаный руль и логотип, разработанные специально к юбилею автозавода. Новые, хорошо забытые и старые. Логотип 50-летия автоваза по форме – тот же знак, что был на первых «Жигулях», только надпись другая. В цифрах 5 и 0 и закодирован секрет успеха. Во-первых, они образуют знак бесконечности, как намек на жизнеспособность предприятия. Во-вторых, это продолжение темы Икса. Директор компании по дизайну Стив Матин, говоря о юбилейных моделях, рассчитывает, что на них, хотя и стоят они дороже машин люксовой комплектации, спрос будет. Ведь со временем они будут только дорожать, как музейные экспонаты. В целом, задача нового топ-менеджмента на ближайшее время – сохранить нынешнюю долю рынка вазовских машин на уровне 20% по России. Среднесрочный план был озвучен на собрании акционеров предприятия. Был избран новый состав Совета директоров. Карлос Гон покинул пост председателя. На его место пришел Сергей Скворцов, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех». Его заместитель – Данилевод, старший вице-президент группы «Рено», директор региона Евразия. Президент «АвтоВАЗа» Николай Амур заявляет, что, несмотря на нынешние сложные положения, задача сохранить коллектив остается приоритетной. Именно ради этого был введен четырехдневный рабочий режим. А уже в августе завод вернется на пятидневку. Что же касается обновлений модельного ряда, об этом страна узнает в ближайшее время. Вам придется подождать московского автосалона, который начнется 24 августа. Перед его открытием мы объявим некоторые новые сертификации, новые комплектации автомобилей и ограниченные серии. Это краткосрочная перспектива. Что касается долгосрочной перспективы, этот вопрос будет обсуждаться как на совете директоров, так и с акционерами. Нынешней команде менеджеров предприятие досталось в сложный период. Экономическая ситуация вызвала падение авторынка и увеличение долгов. Ростех предложил списать часть долга автозавода. Окончательное решение этого вопроса за правительством России и альянсом «Рено-Ниссан». Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Городское муниципальное предприятие «Самарводоканал» стало обслуживать самый отдаленный район города – поселок Прибрежный. С прихода муниципального предприятия местные жители перестали дожидаться часа икс, чтобы принять ванну, например. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Любовь Калинина в поселке Прибрежный живет уже лет 20. И все это время три дома по улице Юности страдали от нехватки воды. Оплатили, как все по тарифу. И только на майские праздники жители впервые в полной мере ощутили на себе все блага цивилизации. Увеличился напор воды в трубах за счет подключения сетей к другой линии башни. Подача воды очень слабая. Не хватало. До четвертого даже совсем воды не было. Они шли уже купаться в 12 часов ночи. Просто. Особенно летом. А сейчас они очень довольны остались. Мне очень работа «Самарводоканал» понравилась. Очень четко работали. Вода в дома жителей поселка поступает из артезианских скважин. Когда три месяца назад хозяином предприятия стало муниципальное предприятие города Самары «Самароводоканал», планомерно стали проходить техобслуживание и ремонт. Привели в порядок и сам цех. Вода у нас соответствует ГОСТу. Вода проходит только ультрафиолетовую обработку лучами. В дальнейшем она идет к потребителю. Порядка 4 тысяч в сутки кубов воды уходит. Ну а уж за месяц это элементарно посчитать. Порядка 90 тысяч кубов. То есть если требуется вода больше, мы всегда готовы поставить на потребитель воду. Канализационные стоки Прибрежного приходят сюда. Грязная вода превращается в чистую в три этапа. Сначала ее покидают мусор и песок, потом идет биологическое восстановление микроорганизмами, заканчивается все ультрафиолетовым обеззараживанием. После чего вода оказывается в Волге. Вся грязь вывозится на специальные полигоны. За год получается несколько сотен тонн. В сутки очистные сооружения могут привести к экологическим стандартам 10 тысяч кубометров воды. Сейчас станция работает на четверть мощности. Очистным сооружениям требуется реконструкция. Новый хозяин промышленного объекта Самара-Водоканал приступил к поэтапным работам. Менять задвижки трубы уже привел в порядок одну из ван биологической очистки. Лаборатория Санопитслужбы. Каждую неделю показывает, что вода после фильтрации соответствует всем ГОСТам экологической безопасности. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Заседание продолжается. Сегодня суд по делу троих самарских блогеров принял решение возобновить судебное следствие. Хотя поначалу предполагалось, что может быть вынесен приговор. Причиной такого решения стали новые обстоятельства, о которых Дмитрий Бегун сообщил, произнося свое последнее слово. Вариант получить пику в бок, а этот вариант был. Или признать себя виновным, я выбрал именно этот вариант. В понедельник, 27 июня суд приступит к исследованию новых обстоятельств дела. Городские коммунальщики объявили войну растительному аллергену – амброзии. Битва с сорняками, среди которых первая поросль амброзии, на этот раз велась на улице железной дивизии в промышленном районе. На место выдвинулась бригада косарей. Вообще, по покосу травы Самара поделена на зоны ответственности. Придорожные газоны, парки, скверы и набережную обслуживают муниципальные предприятия, дворы, управляющие компанией, либо районные администрации, которые вправе дать задание подрядчикам. Ежедневно на работу выходят 250 бригад косарей. В этом году покос сорняков начался на две недели раньше, чем в прошлом. Продолжится в течение всего лета и в зависимости от погодных условий по мере необходимости вплоть до октября. Стоит отметить, что особое внимание теперь уделяется незакрепленным территориям. Как, например, на улице Железной дивизии. Порядок здесь наводят администрации районов. Главная задача в данный момент до начала цветения – произвести выкашивание этой травы. Потому что особенности амброзии таковы, что ее семена обладают схожестью уже при молочной зрелости. Поэтому именно в этот период особое внимание уделяется местам, где она произрастает. То есть, удаляя, соответственно, не позволяя произвести нормальное цветение, город потихоньку очищается от данной сорной растительности. 61-й маршрут начал ходить по-новому. Теперь его путь пролегает через весь город от Хлебной площади до торгового центра Колизей. Возить жителей будет частная компания, которая в этом году выиграла конкурс. Автобусов станет больше, увеличится их вместимость. Также на 61-м маршруте будут действовать транспортные карты и все виды льгот. Когда схема движения будет полностью отлажена, стоять на остановке в ожидании автобуса, жителям предстоит не больше 10-15 минут. А вот маршрут 61-д вскоре вообще исчезнет с самарских улиц. Будет отменен его дублер. Это автобус 61-й Д, который вместо востребованной улицы Солнечной идет по невостребованному участку Новосадовой, который на этом участке и так дублируется большим числом трамваев. Наш генерал, легендарному авиаконструктору, академику и почетному гражданину Самары Николаю Кузнецову 23 июня могло бы исполниться 105 лет. Друзья и коллеги собрались в этот день вспомнить славные годы работы Кузнецова в нашем городе с подробностями Юлии Черняева. На этих архивных кадрах академик Кузнецов за работой. Серьезные, сосредоточенные, обстоятельные. Таким его запомнили друзья и коллеги, которые каждый год 23 июня собираются на митинг, посвященный его памяти. Им есть, что вспомнить, ведь для многих легендарный конструктор был настоящим кумиром. Вот сколько Николай Дмитрий работал? Я говорю, работал по 13-4 часов. А когда же он спал? А вы представьте, что у него была ночная работа. А как это ночная работа? Проходят стендовые испытания. Практически на государственных стендовых испытаниях Николай Дмитрий всегда присутствовал. Особенно если мероприятие. Это очень важное. Даже пусть это будет час ночи. Ему звонят и он приходит. Я жил напротив его дома. И часто было так, бегу на работу. Значит, и он идет, да. И рядом с ним идем, он мне рассказывает. Я чем-то ему рассказываю, то беседу. То есть простой человек, вот настолько простой. Под руководством Кузнецова было создано более 50 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. Его имя знает каждый житель поселка Управленческий. Многие из них посвятили всю свою жизнь заводу. А сам конструктор жил в Управленческом на улице Симферопольской. Он для меня лично является образцом руководителя. До сих пор, наверное, это было, есть и будет так. Потому что о человеке, о его отношении к работе, к подчиненным просто ходят легенды. Мы гордимся тем, что он жил и работал в поселке Управленческий. Поздравляем сегодня гостей и жителей Красноглинского района. И будем вручать дипломы выпускникам. Вручение дипломов лучшим выпускникам Самарского университета, а многие из них уже работают на предприятии, еще одна давняя традиция, как и возложение цветов к бюсту академика в день его рождения. В 1963 году Кузнецову было присвоено генеральское звание. Он любил военную форму за ее строгость и носил ее. А заводчане, обожая своего генерального, с теплотой называли его «наш генерал». Юлия Черняева, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Этим летом около 100 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря региона. Финансирование проводится из федерального и областного бюджетов. Путевки выдаются через центры социальной помощи во всех муниципальных районах и городских округах. Кроме того, 400 детей из этой категории отправятся отдыхать в Анапу и еще 300 в Крым. 25 июня в 12 часов в парке Гагарина отметят День молодежи в программе праздника выступления самарских музыкальных групп, работы интерактивных, музыкальных и спортивных площадок. Гости праздника смогут поиграть на барабанах и гитаре, попробовать себя в качестве диджея, битбоксера или танцора, посмотреть на товарищеский матч молодежных команд Парижа и Самары. Каждый желающий может собрать собственную команду и поучаствовать в турнире по футболу среди любителей. Для этого необходимо подать заявку на почту, адрес на экране. Победители ждут ценные призы. Приобщиться к большому спорту сегодня могли все самарцы. Днем у фанатов футбола появилась возможность посетить открытую экскурсию на стадионе «Металлург». Там им показали, как проходят работы по замене газона на основном поле. В конце экскурсии каждый желающий смог забрать себе на память кусочек старого газона. В последнюю субботу июня в стране отмечают День изобретателя. Светлые умы есть и в Самаре. Инноватор Евгений Родин разработал уникальное приложение, которое позволяет в режиме реального времени составлять карту речного дна. Первые пользователи, рыбаки и владельцы катеров уже оценили новшество. Как это работает, узнала и Алина Чемерес. Вот у нас скорость показывает, глубина показывает, все показывает. Здесь, на середине Волги, глубина около 6 метров. Более чем достаточно, чтобы спокойно передвигаться на лодке. Евгений Родин дрейфует по волнам уже более 10 лет. За это время методом проб и ошибок изучил волжское дно. Сегодня в плавание не отправляется без планшета. Навигационное приложение, аналогов которому нет, разработал вместе с командой единомышленников. Подключая либо существующий эхолот, который на лодке уже установлен, к планшету или смартфону с установленным приложением. Мы позволяем пользователям собирать данные о глубинах и в реальном времени рисовать карту дна. Каждый год какие-то мели появляются новые, острова размываются, появляются новые острова. За 10 лет может с нуля появиться остров, на котором лес растет. Это у нас в Самаре нормальная ситуация. Уникальное приложение содержит данные обо всех реках, озерах и морях России. А это около 60 тысяч километров в длину. Пройти такое расстояние по дну, чтобы изучить его, невозможно. Разработка Евгения Родина передает данные на сервер с любой точки страны, сохраняет их, а если через некоторое время другой пользователь зафиксирует здесь изменения, тут же отображает их на карте. Приложение связано с системой ГЛОНАСС, потому работает даже там, где нет интернета. Это навигационная карта. Вот мы здесь видим все линейные объекты, видим бакены, фарватеры, створы. Все, что нужно для безопасного судовождения ночи или в туман. Если мы говорим о рыбалке, то у нас есть карта, насыщенная изобатами. Это ботиметрическая карта с рельефом дна. Сейчас приложение уже тестируют десятки пользователей, владельцы яхт, катеров, лодок. Особенная инновация пришлась по душе рыбакам, показывает все рыбные места. Идея его создания пришла к Евгению два года назад. Говорит, в первую очередь старался для себя и для тех, кто только начинает выходить на воду. Кто на реку попадает первый раз, то есть покупает лодку и начинает ее эксплуатировать, он сталкивается с большим количеством таких проблем. То есть влетает на мели, ломает винты, двигатели, тратит очень много денег на ремонт. Вот для того, чтобы новичкам помочь, мы придумали эту систему, чтобы можно было делиться информацией. Проблемы, которые мы испытываем, которые не решены, из-за которых мы испытываем некий дискомфорт, они лежат на поверхности и они видны очень многим людям. Если мы говорим об успешных стартапах, которые могут изменить мир, значит мы говорим о проблемах, которые актуальны во всем мире. Недавно проект Евгения победил на выставке в Москве. Разработкой заинтересовались в Сколково. В планах изобретателей сотрудничать с иностранцами, создать линейку морской электроники и приборы для ночной навигации. Чтобы проектов, которые меняют жизнь к лучшему, становилось больше, существует множество федеральных программ. Самарские изобретатели могут узнать о них в региональном центре инноваций. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Безопасность прежде всего. Представители федеральных, областных и муниципальных ведомств доложили о мерах, которые принимаются для обеспечения комплексной безопасности детей. По информации департамента в Самаре работают 170 лагерей дневного пребывания школьников. В них отдыхают почти 13 тысяч подростков. Лагеря работают в штатном режиме, проводится их мониторинг. Также с 1 июня работают 6 детских оздоровительно-образовательных центров. Никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Проверки специалистами комплексной проверки департаментов образования, потребительского рынка и услуг, управления Роспотребнадзора, администрациями районов. Осуществлялись приемки и проверки этих лагерей. И в июле мы на следующем нашем плановом заседании с вами рассмотрим итоги этих проверок. Доступный бокс. В микрорайоне «Крутые ключи» может появиться профессиональная секция по боксу. Жители обратились за помощью в решении вопроса о развитии детского спорта к депутату городской думы Юрию Левину. Первые шаги уже сделаны. Тренировку на свежем воздухе посетила и наша съемочная группа. Юный Иван Амелин мечтает о боксерском ринге и больших победах. А потому тренировки посещает исправно и очень старается. Мама будущего чемпиона радуется успехам сына и тому, что теперь посещать занятия стало удобнее. Нас это очень устраивает. Тем более мы все тут рядышком живем. Не надо никуда ездить. Свои дела закончили, сделали, побежали тренироваться. Тренировки ежедневные, доступные. В летнее время тренировки по футболу и боксу проходят на открытых спортивных площадках микрорайона. Записаться в секцию могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или общественный совет микрорайона. Мы здесь вот только начали две недели, чтобы о нас узнали, пришли сюда. И если дай бог нам откроют в школе секцию, я думаю, что будет много заинтересованных людей, которые захотят побоксировать. В конце апреля на прием к депутату городской думы Юрию Левину обратились жители микрорайона «Крутые ключи» с просьбой организовать спортивные секции. Еще один запрос поступил от Федерации бокса Самарской области о возможности открытия секции бокса. Детский спорт в этом плане, на мой взгляд, одно из самых правильных мероприятий, которые только можно придумать для детей. У нас существует договоренность с департаментом физкультуры и спорта городского округа Самара, с департаментом образования городского округа Самара, о том, что во вновь открывающейся к первому сентября этого года большой новой современной школе будут созданы и будут функционировать несколько детских секций спортивных по разным направлениям. Летние занятия во всех секциях бесплатные. Тренировки проходят под руководством опытных специалистов. Ежедневно в 19.00 приглашаются мальчики и девочки всех возрастов. Юлия Черняева, Константин Головин. События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизуркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизуркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Борец Вольник выиграл серебро Кубка Мира. Максим Афонин дальше всех толкнул ядро на чемпионате страны. Самый быстрый велогонщик России живет в Самаре. Никита Щербунь выиграл всероссийские соревнования по велоспорту шоссе с первой попытки. В Ульяновске проходила многодневная гонка среди 18-летних юниоров. Щербунь выиграл второй этап – групповую гонку на 96 километров и четвертый этап – индивидуальную гонку на 20 километров. В остальных двух стартах самарец финишировал в десятки сильнейших. Такая убедительная победа на всероссийских соревнованиях позволила велогонщику стать мастером спорта. На чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах Чувашия самарец Максим Афонин показал лучший результат в толкании ядра. Мастер спорта послал спортивный снаряд на 20 метров и 96 сантиметров. Афонин выполнил норматив для попадания в Олимпийскую сборную России. Радик Валиев завоевал Серебряный Кубок Мира. В Лос-Анджелесе США на соревнованиях по вольной борьбе принимали участие в 8 сильнейших сборных по итогам Чемпионата Мира 2015 года. Сборная Ирана выигрывает золото Кубка Мира уже шестой раз подряд. Бронзовая медаль у команды Грузии, которая в поединке за третье место взяла верх над хозяевами соревнований сборной США. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова